Привет! Сегодня уже 4 августа, Московская область, около 7 вечера, и у меня наконец-таки дошли руки, чтобы собрать лук. Он уже полег, самое время. Я высаживала две грядки, они 6 метровые, ширина их 80 сантиметров. Высаживала рассада лук-эксибишен, два редка, и остальное все севок, три сорта. В общем, сейчас соберу, покажу, какой результат у меня в этом году. Итак, собрала я лук, это урожай с одной 6-метровой грядки. Высаживала я лук-севок сорт Штутгарт-Тризен, крупные приплюснутые луковицы, отлично хранится, мелких вообще нет, хороший урожай. И лук-севок Шекспир, ну, по крайней мере, так мне его продавали. Тоже крупная, округлая луковица, хорошо должен храниться, замечательный сорт, если это он. И также два редка я высаживала эксибишен, к слову сказать, это мой второй посев. Первые семена у меня практически не взошли. Тоже достойный урожай, луковицы все крупные, это не все, я уже его использую для заготовок, в основном эксибишен. Вот я отобрала несколько луковиц, так, на взгляд крупных. Хочу взвесить, посмотреть, сколько весят. 347 луковица, 355, 354, ну, отличный показатель. 320, ну, в принципе, я не знаю, что-то еще. 308, ну, не все крупные, какую ни возьми, мелких-то и нет. Ну, такая она, наверное, самая мелкая. Отличный урожай. Сейчас, по-моему, покажу еще со второй грядки собрала. Ну, это урожай со второй шестиметровой грядки, но оно у меня полностью было не засажено, я еще подсаживала бульбочки чеснока. Значит, у меня здесь тоже два сорта, это Штутгард Тризен и Шекспир. Вот они чем отличаются. Шекспир немножко вытянута, а у Штутгард Тризен она приплюснута. Тоже крупные, но здесь он чуть-чуть помельче, попадаются вот такие вот мелковатые. Но вообще урожай лука крупный и средний, отличный вообще. Еще я высаживала, это лук шалот, называется банан. Это розовый лук. Я, между прочим, высаживала его из луковиц, которую сохранила зимой. Их же, допустим, вот такие вот мелкие я сохранила и весной высадила. Растет он вот таким гнездом по 4-5 штук. Вот так здесь 3. Крупный довольно-таки сорт. Мне нравится. Он не сладкий, он со стринкой, с легкой. Салат, знаете, так красиво нарезать. В этом году тоже, если получится, я вот такой мелкий сохраню. И на следующий год также посажу. Хороший лучок, красивый. И в заготовках он красиво смотрится. В салатах свежих идеальный. В этом году я хочу сказать, что урожай лука отличный. В прошлом году, если сравнивать, то у меня в прошлом году лук заболел переноспирозом. И урожай был, ну так себе мягко сказать. А в этом году вообще отлично. И у меня был на готове препарат, чтобы если что побрызгать. Но я им и так и не воспользовалась. То есть отличные перья, все чистые. Никакого заболевания в этом году нет. Ну и видно, конечно, по самому луку, что крупный, красивый, без каких-либо заболеваний. Но отличный урожай, отличный. Кстати, как чеснок я лук не мою. Это категорически делать нельзя. Я его, что сейчас сделаю, соберу, разложу на веранде. И когда перо высохнет, вот до такого состояния, я обрежу и уже уберу на хранение. Вот. И все. Вот эту чешую, где грязь, я очищу, чтобы не был грязный слегка. Слегка вот это все. И все. И вот так он у меня уйдет на хранение. Эти два сорта, три сорта на хранение. А лук эксибишен я использую в основном для заготовок. И вот сейчас применять. Говорят, что лук эксибишен не хранится там до декабря и все. У меня есть видео, два года назад снимала. И у меня последняя луковица сохранилась, по-моему, в марте месяце. То есть до следующего посева лука эксибишена. Февраль-март. Есть видео, я найду его, оставлю вам ссылку. Посмотреть, что лук эксибишен можно сохранить до марта месяца. Это точно. Так что вот. Буду сейчас убирать. Урожаем лука я вообще довольна. Отличный урожай. Забыла еще сказать, грядку, на которой рос лук, я сейчас освобожу от травы и накрою баннером, чтобы трава не росла. Ничего сеять в них не буду в этом году. Потому что в сентябре мы уедем, нас долго не будет. И за посевами следить некому. Да и знаете, честно сказать, я уже от этих посевов, от урожаев уже подустала. Поэтому будут они у меня отдыхать до следующего года. Продолжение следует...